Наконец, лето, начало осени, как правило, приходится пик заболеваемости полинозом, аллергии на пыльцу растений. В нашем регионе одним из, пожалуй, самых распространенных аллергенов является пыльца амброзии, которая совсем скоро начнет цвести. В администрации района обсудили меры по борьбе с этим карантинным растением. Мало кто знает, но само слово «амброзия» с древнегреческого языка переводится как «пища богов». Нектар из амброзии давал богам юность и бессмертие. Сегодня в это трудно поверить. Это растение признано карантинным сорняком. Мало того, что оно вызывает аллергию, так еще и вредит сельхозпосивам. Амброзия – это настоящий живой насос. Она качает воду сильнее, чем кукуруза или подсолнечник. И поэтому рядом с ней почти моментально высыхают практически все культуры. Оно очень быстро распространяется и трудно выводится. Поэтому для того, чтобы получать хороший урожай, ну и, конечно же, не болеть, необходимо этот карантинный сорняк своевременно скашивать и уничтожать. Амброзия является характерным карантинным объектом для всех зерновогов, масличных культур, а также для продуктов переработки из этих культур. Основной закон о карантине растений – это 206-й федеральный закон о карантине растений. Согласно части 4 статьи 20-й 206-го закона о карантине растений, в карантинной федеральной зоне мероприятия по осуществлению локализации очага карантинного объекта, ликвидации популяции карантинного объекта осуществляться за счет средств граждан, юридических лиц, которые имеют собственность в владении, в пользовании в аренде под карантинный объект. За несвоевременное уничтожение амброзии нарушителей сначала ждет предупреждение, а после – штрафные санкции. На физических лиц – до 500 рублей, на должностных – до 5000 рублей, на юридических – до 10 тысяч рублей. В Сайминском районе у нас установлена 101 карантинная зона по вопросу полонариста. Еженедельно осуществляется мониторинг территорий, проводятся выездные обследования земельных участков, результатом которого выдаются предостережения. Также к результатам этих действий может быть назначено внепланово-призная проверка по согласованию с органами прокуратуры. Глава района Роман Синеговский поставил задачу главам поселений держать вопрос на контроле и своевременно производить покос сорной растительности вдоль обочин дорог, улиц, общественных территорий и кладбищ. Через день будем ездить по району и будем выявлять эту оборудование. В этом году мы уже в июле будем свести сходу. Ну, в июле, видите. Договорились? Также в поселениях необходимо еще раз провести разъяснительную работу с населением, о важности уничтожать опасные и вредные карантинные растения, а также соблюдать правила санитарии и благоустройства, согласно которым жители обязаны осуществлять покос травы, производить своевременную уборку мусора и сухой растительности не только на придомовой территории, но и на территории общего пользования, которое прилегает к зданию, строению, сооружению и земельному участку. Также на территории общего пользования запрещено складировать запасы товаров, автомобильные покрышки, тару, поддоны, коробки, металлолом, строительные материалы. За несоблюдение правил благоустройства администрация поселения нарушителей может привлечь к административной ответственности, в том числе и с выплатой штрафа.